Возьму за два ремешка, чтобы вам было видно и слышно. Привет, мир! У меня на руках часы Xiaomi Watch S3. Я сделал несколько шорсов. Эти шорс хорошо смотрят. Люди спрашивают, когда будет полное видео. Но мне, честно, не очень хочется делать видео, потому что есть некий момент в этих часах, которые мне не нравятся. Эти моменты ставят, если не запятую, а такую хорошенькую точку, чтобы я их не носил. То есть я продолжу пользоваться вот этим. Как многие блогеры. Я снял Mi Band и погнал дальше. При этом у меня есть Mi Band Pro 8 Pro. Я его пользую дома, я его пользую, когда сплю, потому что с ультрами не очень удобно ни спать, ни ходить. На улице хорошо все. Оделся, надел их и погнал. Кто как дурак ходит у нас с двумя часами? Конечно же, Антон Алексеевич. Перетянул руку, как колбаски. Смотрите, пульс ударов минуты 80. А не, вот смотрите, 98, 101. Xiaomi точнее. И вот мы идем немножко в гору. Экран достаточно большой. Это 1.43 дюйма, 16 миллионов цветов и яркость 600 нит. Это все на бумаге. По факту очень крутой дисплей. По размеру практически как TPL ULTRA. По яркости не уступает. Обновление экрана 60 Гц. Это круто. Нет никаких ни фризов, ни лагов. Все работает очень достойно. Но опять же, я вам сказал, что мне они не очень понравились. Но кто я для того, чтобы решать о том, стоит ли вам их брать или нет. Каких-то фундаментальных проблем с этими часами нет. То, что мне не понравилось, это то, что безель у нас немножко дребезжит. Опять же, я читал некоторые ресурсы и там пишут. Это первые часы с безелем. Ребята, любые часы, у которых вокруг стекла есть металлическое вот это кольцо, это есть безель. Есть безель просто вращающийся, который можно вращать. А есть статичный, который завинчан или там приклеен, и он есть. Все, на любых часах. Смотрите, вот у нас как раз Huawei GT Cyber. Вот GT Cyber. Вот у нас сами часы. Сама основа, такая капсулка. Вот, как раз с колесиком. Видите? Вот у нас безель здесь. Вот сам корпус, помимо безеля. Есть куча корпусов на Taobao. Прям вот супер. И оранжевый, и вот такой, и такой. И смотрите, металлический, алюминиевый, какие угодно. Есть очень много моделей. И вот это уже, мне кажется, про дизайн. Видите? И сменные какие. Сменные watch face. Другой вопрос, что это первые часы, на которых безель можно отвинтить и поменять, например, на новые. Это среди умных часов. Но среди часовых марок такие эксперименты уже были. Подавались часы, например, у которых был вот сам, получается, механизм в корпусе, и сменчился либо корпус, либо безель. Так что это не новинка. И также Huawei GTCyber, это часы, у которых весь корпус меняется. Там меняется и безель получается, и корпус. И совершенно разные по стилю он получается. Так что вот такая вот штука. NFC E7 заявлено. E7 есть, с ним есть без. У нас он работать не будет. Известно. NFC та же история. Возможно, международной версии сделать. Но опять же, как говорят, что это будет два разных устройства. Вот такие вот дела. И еще, что мне хотелось сказать. Заявлено 15-16 дней. И по факту 7 дней работает. И вам это за глаза хватит по сравнению вот с этим. Надо было смотреть, опишу себя. Вот. Работает очень хорошо. Но фэшн часы фэшн. Ну и да, и нет. То есть фэшн, а как такого нет. Ну прикольные часы. Никто не заметит, если у вас будет разный пизель. Вот такая вот фигня. Я бы хотел, наверное, купить все такие часы. Если бы мне не было никаких. Ну, например, я могу посоветовать вам купить, например, Xiaomi S1 Pro. Mi 8 S1 Pro. Они смотрятся круче. Они немножко стальные. А эти немножко вот алюминий с непонятным чем. Безель сменяется. Вот это хорошо. Наделают безель и будет круто. Не наделают, ну тоже нормально. Вот. И на самом деле я бы, ну, не стал вас отговаривать их заказывать. Можете заказать через меня. Я про это попозже чуть-чуть вам расскажу. Вот. Но каких-то таких вот революционных или каких-то даже интересных фишек я в них не нашел. Они клево работают. Долго достаточно. Пришел черед мерить кислород в крови. Вот смотрите. Apple Watch и Xiaomi Watch 103. 99. А эти что мне намерят? Здесь много кислорода. 98. Ну вот. Погрешность небольшая. Вот так выглядит. Вот. Ба-ба-ба. Пойдем. Папа. Папа видите с двумя часами как дурачок. Дальше идем в гору. Смотрите Watch Face. Вот разного рода Watch Face. Вот видите, даже такой. Но при этом китайцы никак не акцентируют внимание на там принадлежность этой некой субкультуре. Да? Просто радужный Watch Face. Прикольно. Им нравится и все. Типа, типа. Вот. Вот. Вот это я установил. Мне нравится. Но мне больше нравится такой классический. Вот он. Такой субмариновый. Как раз. Вот видите. При этом стрелка, видите, так, как на автомате продолжает свой ход. Смотрит это красиво. Вот Day-Day типа, как будто бы. Ух ты, у меня 6% осталось. Высадились, ребята. Здесь у нас. Видите. Керамика. Вот этот вот алюминий. Но он такой матовый. Он иногда отсвечивает. И кажется, как будто это так же, как и титан. Такой вот оливковый. Сейчас он такой светло-серый. Вот. Сделали бы они другой фактурой. Было бы интересней. Вот. Вот эти ремешки. Они такие светло-серые. Но смотрятся тоже прикольно. И видео, которое я заканчиваю монтировать, про сам его час-3, стало бы меня каким-то таким выматывающим, дико выматывающим. Это одновременно и часы, которые мне нравятся, которые практически никаких претензий к ним нет. И с другой стороны, они меня абсолютно не зацепили. Я хотел сказать, что фу-фу-фу не покупайте, но потом подумал, все-таки они нормальные. И поэтому можете спокойно их покупать. Они вас удовлетворят. Кстати, некоторые параметры организма они считают реально быстрее, чем даже Apple. Примеры я вам показал. Вот HyperOS. Наверное, что-то новенькое. Оно будет развиваться. Если дабы от возможности установки внешних сторонних приложений, то это будет круто. Я видел, что на стендовых образцах есть разные варианты софта, которого нет у меня, например. Я доснимаю это на айфоне вечером. Хотелось бы с вами поделиться своим мнением. Надеюсь, оно будет полезным. Чего я не затронул, это, наверное, ремешки 22 миллиметра. Снимаются и одеваются очень легко. Их куча на Алиэкспрессе в любом магазине, где продаются часы. Так, что еще? Не поцарапались, не по... Не знаю, нет никаких ранений. Хотя я не едино же наносил их в рюкзаке. Я закидал или... Вот, вот, это выходит на матоке. Или носил их на руке, или носил их в рюкзаке. Так же, как и Apple Watch Ultra. Ну, что еще сказать. Сопрягаются очень быстро, никаких проблем нет. Регион Китай. Ставим Китай, и нормально все получается. Англия есть с коробки. Стекло также не поцарапалось. Вот. Ну, в общем, такие вот дела. Все остальные параметры, будильники и так далее, работают хорошо. Можно с них принимать звонки и говорить. Но, опять же, я этого не делал. Потому что мне очень не нравится. Мне очень часто сами Xiaomi часы брали звук вместо AirPods. То есть, предпочтительнее почему-то для iPhone, кажется, именно они. Но на этом все. С вами был Антон. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok